Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Кроме подробного отчета о результатах работы исполнительной власти региона, прозвучали и основные аспекты о мерах по улучшению инвестиционного климата и реализации программ воссоздания малых городов России. Так принято решение, что в программу попадают Шуи и Кинишма. Кредит на модернизацию инфраструктуры этих муниципалитетов более 2 миллиардов рублей. Кроме того, региональная власть вместе с холдингом «Технодинамика» создадут парашютный кластер на базе завода «Полет». В Иваново переедет Институт текстильных материалов. Выручка завода должна вырасти на 20%. От осоленоводства остается интересной. Уже появились первые инвесторы, которые готовы вложиться в эту сферу. Проект от выращивания льна и его переработки до выпуска конечной продукции должен быть реализован в ближайшее время. Будущие работы в Шуи и Кинишме должны быть с самого начала обсуждены с жителями этих городов. Принципиальная позиция губернатора влилась в две подряд рабочие поездки в эти муниципалитеты. Жители Шуи мечтают прежде всего о ливневой канализации, об устройстве тротуаров и пешеходных дорожек, а также организации уличного освещения. А на центральных улицах Шуи требуется переустройство наземных теплотрасс. Также губернатору предложили список зданий, которые требуют срочного обновления. Прямо на встрече было принято предварительное решение заявить Шуйский Арбат как общественное пространство, требующее благоустройства. Волжский бульвар как общественная территория для будущей реконструкции – это уже желание кинишемцев. Кроме того, требуется специальный проект для места в районе слияния рек Волки и Кинишемки, а сам город нуждается в современных очистных сооружениях. В четверг все это было озвучено на встрече с главой региона. Восстановление фасадов здания надо начинать с художественного исторического музея. Возвращать исторический облик необходимой гимназии Островского и лицеи имени Фурманова. Все пожелания учтены, а полный перечень будущих мероприятий будет сформирован к 15 ноября. В областном правительстве обсудили параметры регионального бюджета на будущий год. Доходы областной казны превысят 43 миллиарда рублей. Расходы планируют меньше этой суммы, а значит бюджет исполнится профицитом. Две трети всех средств направят на социальную сферу. А на реализацию национальных проектов предусмотрено 7,5 миллиардов. Среди главных задач – снижение государственного долга области. Сейчас этот показатель равен 14 миллиардам или 76 процентам от собственных доходов.